В рамках всероссийской акции «Узная о своих долгах» службой судебных приставов Карачаева-Черкесии проводится целый ряд мероприятий, включающих день открытых дверей в структурных подразделениях управления, для ознакомления жителей республики с электронными сервисами ФССП России. Каждый желающий сможет с их помощью не только за считанные секунды узнать о своих долгах и долгах своих близких, но и научиться использовать эти простые и удобные ресурсы в дальнейшем. Сегодня региональное управление ФССП России принимает участие во всероссийской акции «Узная о своих долгах». В чем она заключается? Всероссийская акция «Узная о своих долгах» направлена на продвижение доступного сервиса «Банк данных исполнительных производств». Данный сервис позволяет гражданам заходить в наш сервис и узнавать про свои долги. На сегодняшний день этот вопрос очень актуален. Почему? Потому что данный вопрос стоит у нас остро. Человек может просто зайдя к себе, даже дома сидя, зайдя в данный сервис, он может узнать про свои долги, оплатить свои долги, не выходя из дома через платежные системы. Какие именно мероприятия проводятся в Карачаево-Черкесии? На сегодняшний день запланировано ряд мероприятий. В том числе сегодня проводится день открытых дверей в структурных подразделениях управления и в самом аппарате. И ознакомление с электронными сервисами ФССП России, жителей нашей республики. На сегодняшний день подготовлены информационные листы и проводятся мероприятия в местах массового скопления. Это с привлечением и студентов, и учащихся общеобразовательных учреждений, которые помогают в распространении информационных листов. И у нас идет информационное разъяснение по месту работы дорожного пристава, аппаратно-программный комплекс дорожный пристав. И каждый желающий сможет сегодня просто узнать про свои долги, про долги своих родственников, друзей. Но и дальше, в будущем они могут сами использовать тому, чему научились сегодня. Помимо этого, о том, что банк данных исполнительных производств – это сервис очень удобный на сегодняшний день, у нас на постоянной основе выезды завершаются в организации учреждений для ознакомления, для разъяснения работы данного сервиса. Что сейчас происходит по месту нахождения дорожного пристава и где именно он расположен? Дорожный пристав сегодня работает с Адыгехабльским районным отделом. Это на федеральной трассе к подъезду к городу Черкесску. Дорожный пристав у нас работает по совместному графику, который ежемесячно у нас согласуется с органами госавтоинспекции. И на сегодняшний день наши сотрудники ознакомливают водителей о банке данных исполнительных производств и о иных сервисах, которые тоже имеются у госавтоинспекции. Это очень удобно для граждан, которые каждый день ездят на машинах, имеют задолженность. Они могут и узнать быстро про свои долги и оплатить то же самое, как бы не выходя из дома. Они могут оплатить задолженность на месте? Если дорожный пристав у нас работает, то у нас они могут оплатить только по пластиковым картам. Дорожный пристав у нас оборудован посттерминалом. И хочу напомнить, что с этого года судебные приставы и исполнители уже не работают с квитанционными книжками. Они не получают наличные денежные средства. И, наверное, это даже и удобство. И вот почему мы сейчас продвигаем банк данных. И акция проводится, узная про свои долги. Потому что людям еще удобнее и быстрее будет узнать про свои долги и оплатить через электронные платежные системы. Соответствует ли действительности информация о том, что в настоящее время существует возможность электронной переписки со службой судебных приставов? Да, на официальном интернет-сайте ФССП России есть личный кабинет стороны исполнительного производства. И любой гражданин, сторона исполнительного производства, это взыскатель или должник, может, зайдя в личном кабинете, написать заявление, жалобы, ходатайства. Узнать, проследить, когда были ответы, какие заявления ранее были поданы. То есть даже может получить информацию о своих, о ходе исполнительного производства. Может получить исполнительные документы, процессуальные документы, которые в результате исполнения данного исполнительного производства выносятся судебными приставами исполнителями. Какие еще информационные технологии используются в Федеральной службе судебных приставов? Есть бесплатное приложение ФССП. И данное приложение чем удобно? Его можно закачать на мобильный телефон. И человек может увидеть это бесплатное приложение, может заходить в сервис банк данных, узнать про свои долги. Но при этом он еще может, если подписаться, получать бесплатное уведомление о том, что человек имеет задолженность. То есть в отношении него возбуждено исполнительное производство. Чем это удобно? Бывает, что в исполнительном документе один адрес наложника, а он не там проживает. Или он в отъезде. Имея у себя это приложение ФССП России, он в любом месте, где бы он ни находился, он может получить информацию, есть у него долги или нет. ФССП РОССП 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 ФССП РОССП РОССП ФССП РОССП